Здравствуйте, меня зовут Павел Волникин, базальт СПО. Тема доклада «Быстрый расчет сборочного окружения пакета». Кратенько пробегусь. Кто собирал пакеты в хэшере, он примерно знает, что в настройках есть список пакетов для инициализации сборочного окружения, потом список пакетов отдельно для сборочных. Там GCC идет по умолчанию, make и всякое такое. Потом то, что у вас прописано в Builder Requires Pre, предварительное окружение, и наконец то, что вы написали в Builder Requires. Некоторые считают, что то, что у меня прописано в спеке, это и есть сборочные зависимости моего пакета. Я же их перечислил, зачем тут что-то вычислять, определять, в чем задача. На самом деле речь идет о том, что пакеты, которые вы перечислили, вытягивают за собой множество других пакетов. И вот задача состоит в том, чтобы определить вот это конечное множество пакетов, которые вообще используются для сборки. Как это происходит? Придется вот сюда, наверное, как будет, лучше потом вернусь. Происходит сейчас. Да, самый простой способ определить сборочное окружение, это просто собрать пакет, запустить по крайней мере сборку. И вот когда мы дойдем, собственно, до запуска сборки, вот на этом этапе можно нажать Ctrl-C, ну как прям самый простой вариант, зайти в хэшер и посмотреть RPM минус QL, сколько там всего пакетов и что за пакеты. Вот речь идет вот об этом. Зачем это вообще нужно? Значит, с поручницей так у нас устроено, что когда вы пересобираете множество пакетов, иногда это при выпуске новых дистрибутивов, это была, по крайней мере, до недавнего времени необходимая процедура, вам приходится присобрать там несколько тысяч пакетов. И вот возникает вопрос, как это сделать. Если по одному заданию на пакет очень долго, а одно мега задание на тысячу пакетов, там тоже невыполнимая для сборочного сервера задача. Как-то мы их интуитивно делили на части, и получалось так, что сборочный сервер у нас выполнял очень много лишней работы, потому что часть пакетов попадала уже в репозиторий, пересобранных свежих, и это вызывало обратную реакцию со стороны сборочницы, потому что ей нужно было в новом сборочном окружении повторять сборку тех пакетов, которые она уже успела собрать. Там ведь параллельно собирается. И вообще вот это, значит, мой доклад возник из задачи, которая изначально была сформулирована так, что нельзя ли как-то спланировать множество сборочных заданий так, чтобы сборочный сервер не выполнял поразительные работы. То есть план сборки большого количества пакетов правильно организовать. И, конечно, если мы можем без сборки вот этого огромного количества пакетов как-то быстро вычислить сборочное окружение, то дальше уже подключить математику, евристику и так далее, чтобы этот план составить. Ну, первая задача. Дальше такая задача, как обновление, там, Perl, Python, любые такие большие языки подсистемы. Они тоже, значит, это тоже большие задания. И после того, как вы собрали, там, обновили, Perl, Python, там, что-нибудь еще такое, у вас еще нужно обновлять те пакеты, которые от них зависят пересобирать. И, опять же, на основании вот этих данных о сборочных окружениях можно заранее этот список составить. Пункт третий, тестовый пересбор, как сейчас работает, да, у нас. Вы в CZI собрали пакет и какую-нибудь библиотепу, да, и оказалось, что после там на следующий день приходит письмо, что ваше обновление собрало там, ой, сломало, извините, там, 100 других пакетов, да. Ну, известная ситуация. Можно, в принципе, не ждать, и если ускорить вот это вычисление сборочного окружения, можно не ждать день, а сразу узнавать после сборки, точнее, даже на этапе тестовой сборки вашего задания, что оно сломает какие-то, такие-то, такие-то пакеты, а точнее их нужно обновлять вместе с вашим. Вот. Ну, последние два пункта, они такие довольно умозрительные, то есть можно, как с любыми данными, да, там, как-то их анализировать, оценить, какой у нас вообще, какой у нас вообще устроен репозиторий, да, по зависимости. Вот. И, возможно, эту ситуацию исправить. Значит, ну, на момент, когда я делал презентацию, вот в CZIF было столько исходных пакетов, вот, и как сейчас, в принципе, вычисление сборочного окружения, это побочный продукт того, что у нас на тестовом сборочном сервере каждый, значит, там, 5-6 часов CZIF пересобирается целиком. Ну, там большая ферма, которая это могет. Но идея состоит в том, чтобы это время сильно сократить. Вот. Ну, первый какой был, что можно вообще сократить. Вот, исходя из предыдущего слайда, да, нам нужно завершить, как бы не выполнять собственную сборку, только поставить пакет. А на самом деле нам даже и устанавливать их не нужно, потому что нас интересует только список пакетов, который должен быть установлен. Сами файлы выкачивать не надо, там их тем более не нужно устанавливать. Вот. Значит, менеджер пакетов, он вообще-то умеет это делать, да, кто знает, есть опция printuris, ну, команды, под команды install. Вот. И если ее задействовать, то вот на этапе, на последнем, у вас просто возникнет список пакетов, они не будут установлены. То есть идея вообще ускорения, да, как вычислить сборочное окружение, состоит в том, чтобы время работы этой процедуры для пакета свести к времени работы apt. Ну, понятно, что мы не можем его обойти, да. Значит, следующее, что можно еще соптимизировать. Инициализировать хэшер и ставить пакеты базовые, естественно, не нужно, потому что они у нас, ну, на данном, естественно, речь идет о том, что состояние репозитория у нас зафиксировано. Ну, естественно, это константа. Вот. Поэтому нам нужно просто зафиксировать сборочную среду базовую, и у нас тогда останется две переменных. Только это предварительные зависимости и, собственно, основные. Так я их разделил. Значит, как можно не инициализировать хэшер каждый раз? Там был, собственно, встроенный механизм кэширования, но он был немножко ограничен, и я его расширил так, что кэш можно записать в любую директорию, которую вы указываете, и также восстановить из любого места рабочую директорию хэшера из архива. Ну, на ноутбуке у меня это происходит за 3,5 секунды, я не знаю, возможно, можно быстрее, я надеюсь. Следующий момент, очень интересный на самом деле. То, что множество предварительных зависимостей, точнее комбинаций вот этих предварительных зависимостей, это конечное множество в связи. Естественно, где-то больше половины пакетов, там 70-1000 вообще не имеют Builder Quares Pre, они попадают в это большое подмножество пакетов, не имеющих предварительных зависимостей. И дальше около 700 комбинаций, ну, ни много и ни мало пакетов с предварительными зависимостями. Раз это конечное множество, значит, мы тоже имеем некий конечный набор сборочных окружений базовых, в которых мы дальше можем симулировать установку пакетов и тем самым получить конечное множество пакетов, которые должны будут быть установлены, но мы их не устанавливаем. Тогда вот в конечном итоге оптимизированная процедура вычисления сборочного окружения, она сводится к тому, что мы берем базовую сборочную среду из кэша, восстанавливаем, в ней определяем, что должно быть установлено из предварительных зависимостей от этого списка вычисляем хэш. По хэшу ищем заранее, если таковая была проинициализированная окружение уже с этими пакетами, которые установлены, и в ней, значит, из другого кэша ее восстанавливаем, если ее нет в готовом виде, и уже, собственно, там определяем список конечный. Значит, еще одна модификация, которая просилась, что для такого предварительного расчета окружения, не предварительного, а именно расчета окружения, без сборки, нам не нужен пакет, исходники пакета бывают гигантские, а нам нужен, что-то говоря, только спек. Поэтому я научил хэшер в данном случае принимать на вход только спек. И копировать себе внутрь тоже только спек, даже не архив пакета. Вот еще есть такое новое введение у меня. Это разделенный аптбокс. Аптбокс — это такое место в хэшере, отдельное пространство, в котором копия апта, менеджера пакетов, у нас живет. И если у меня много рабочих директорий с разным составом, с разными окружениями, то в ситуации, когда все-таки репозиторий обновился, я не хочу в каждом производить обновление, аптгет апдейт делать. И оказалось, что можно иметь, разделить вот этот аптбокс на две части, на внешнюю, общую и внутреннюю в каждой рабочей директории. На самом деле обновлять только один раз. И тогда я могу обновить информацию о пакетах, один раз в общей директории обмегет апдейт сделать. И дальше могу определять, повлияло ли данное обновление CZIF, а допустим, там обновился какой-то пакет, который вообще никто не использует. Но формально обновление CZIF произошло. Я могу в любую рабочую директорию войти и используя свежую информацию о пакетах, которая хранится в распределенной директории справа. Выполнить обдиск обыгрейт, он мне скажет, вообще обновление затрагивает данное окружение или нет. Значит, что у нас с кодом? Конечно, мои доработки хешера пока не приняты, ни Димой, ни Глебом. Да, это было понятно. То есть они пока живут у меня, хотя Глеб в курсе. И есть отдельное, значит, то, что не связано с хешером, получило название депкалк, ну, от того, что он вычисляет депенденции. Он живет в моем репозитории. Спасибо. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу. На всех слушах пока спрошу, а вот за пределами от Климокса хешера и еще чего-то, это как-то кому-то может представлять интерес? И чем? Думаю, за пределами хешера нет. Окей, тогда люди за Климокса подумайте. Но, возможно, что-то подобное будет представлять интерес. То есть для другой сборочной системы можно придумать что-то подобное. Антон Головьев, базальт СПО. Все же хешер используется, да, для подсчета этих зависимостей? Да, потому что, конечно, цель состоит в том, чтобы вычислять их параллельно. Но мы хотим, конечно, за какие-то минуты вычислять, если получится, значит, мощности позволят. И, конечно, нужны изолированные окружения для этого, и хешер подходит как нельзя лучше. Вообще смысл был в том, чтобы минимально использовать ту же машинерию, но из нее все лишнее убрать, и тогда результат работы этой машинерии будет такой же, как при настоящей сборке. Ну, есть шанс. Шанс велик, что они совпадут. А если мы будем писать параллельно машинерию, которая делает, ну, якобы то же самое, что хешер, а на самом деле у нас будет расхождение, ну, мы потратим очень много времени на синхронизацию. Так, значит… Хешер используется. И, ну, то есть стоит какая-то непреодолимая стена, чтобы просто вычислять это, просто вычислять эти зависимости. Это же какой-то апт. Апт должен, да, апт… Он должен… Это как бы апт нужно запускать в определенной, да, среде, и при этом с определенным набором пакетов. Тогда, как бы, результат работы апт, собственно, зависит от того окружения, в котором вы его запускаете. Ну, от тех пакетов, которые уже установлены у вас в окружении. Ну, смотрите, я хотел бы прокомментировать здесь. Дело в том, что помимо того, что есть апт, который как-то действует на графе зависимостей, есть еще спек. И в спеке бывают зависимости, которые меняются в зависимости от архитектуры, в зависимости от значения макроса, который запакован в другой пакет, в зависимости от выполнения команды, потому что, на самом деле, спек позволяет включать в себя куски кода на баше. Часто это спрятано в макросы, и майнтейнер даже не в курсе, что при вычислении зависимости просто… Вы используете RPM-спек, чтобы получить список build-requires пакета, а на самом деле там в это время выполняется произвольный код на баше, который в этом спеке где-то написан. И чтобы полностью воспроизвести эту машинерию, значит, вам нужно некое изолированное окружение, где все это будет выполнено, чтобы, во-первых, этот код был в изолированном окружении, а во-вторых, он все-таки должен быть выполнен. Поэтому без изолированного… Поэтому apt, естественно, работает и в хешере, и в данном решении, как я его понял, apt работает вовне хешера, снаружи, как и всегда, в apt-box. Но чтобы просто понять, какие пакеты ему дать на вход build-requires в нужном пакете, нужно запустить RPM в изолированном окружении. EP, нужно выполнить какой-то код. Нужно как будто бы собрать пакет, но не тратя время на его сборку совершенно. Спасибо. Аплодисменты. Спасибо. Следующий доклад, Виталий Респлатов. А, ну вообще, на самом деле, на следующий доклад, насколько это ускорило сборку? То есть вы внесли какое-то изменение, и тебе надо похвалиться. Да, вот это тот больной вопрос, который я ждал. Я вот даже там в тезисах написал, что я хочу на докладе представить цифры, но, к сожалению, так там получилась чехарда с текущей работой, и настоящего чистого эксперимента не удалось произвести, а я не хочу вводить никого в заблуждение. На будущее? Конечно, да. Надо к тем гордиться. Стало на порядок лучше, или оказалось, может быть, хуже. Да, ну вот хуже не стало, а вот насколько стало лучше? Нет, полнота нет. Может быть, вообще они не настолько уникальны каждый раз эти окружения, что хэш постоянно просаивает. А как вы будете чистить? А какие хэш-функции? Скажем так, я проверял, что время работы этой штуки в принципе ограничивается, ну в идеальном случае, там есть случаи неидеальные, это только работа apt-get install, но у нас есть случай, когда apt-get install там три пакета устанавливает, ну думает над тем, как установить три пакета, а есть, когда очень много там, и он может думать там по 15-20 секунд. Ну, опять же, это тестировалось на каком-то конкретном, да, железе. То есть вы вообще страдаете от того, что у вас нет честного DNS как-то солвера, да? Пока нет. В зависимости. Вот от этого вы страдаете и пытаетесь хэшерами это решить. Ну вот все. В том числе, в том числе. Что? Ну, DNS build app, который использует DNS solver, он достаточно быстро служит. Чем-то не годятся-то. Годятся они? Да. Я понимаю, что там build app, малая ССПМ, надо еще по спеку долбануть, это понятно. Да. Я этим занимался, я знаю, да. Нет, я знаю, что он нужен все равно. Экономия, да, должна быть, но насколько она будет, непонятно. Спасибо.